Готовить сани к зиме в Самаре начали еще весной. Подготовка к предстоящему отопительному сезону стартовала сразу после завершения предыдущего. Его итоги подвели на совещание в городском департаменте ЖКХ при главе администрации Самары. В целом работу всех служб оценили удовлетворительно. Однако в отрасли остается еще много проблем. Почти 2500 отключений тепла за сезон. Специалисты связывают это с тем, что отменились повторные гидравлические испытания осенью. 9 из 24 объектов теплоснабжения не были сданы вовремя. Свою роль сыграла и недостаточная подготовка персонала. Когда выходим в случае аварийной ситуации, выходим на место, значит тот же слесарь, значит тот же мастер не может справиться с поставленной задачей. Решить кадровый вопрос можно, только нужно создать благоприятные условия для работы. Это и человечные отношения, и дополнительное обучение, и достойная зарплата, отметил глава администрации Олег Фурсов. Однако, как показывает практика, руководители многих управляющих компаний не готовы повышать зарплату своим сотрудникам. Дворники, к примеру, получают около 5,5 тысяч рублей в месяц. За такие деньги работать мало кто хочет. А потому, как считает первый вице-мэр Владимир Василенко, люди на этих ставках есть только на бумаге. Где 15 есть или 12 тысяч, там есть человек, который работает. А где 5, это только сделано ради этого. Другого подхода здесь нет. И сейчас, если кто-то будет возражать, идем прямо сейчас туда, любую управляющую компанию, я докажу это. К управляющим компаниям у городских властей нареканий немало. Многие из них создавались стихийно, без реальной оценки своих возможностей. Чтобы изменить ситуацию в сфере коммунального хозяйства, необходимо выработать единые для всех стандарты. Мы все с вами четко должны понимать, к какому сроку мы эти стандарты выполним. Но отталкиваться нужно от нормативов, необходимых для уборки города в кратчайшие сроки. Обязательно должен быть блок, связан с обучением сотрудников управляющих компаний. По поводу подготовки списков дворников, аварийных бригад, резервных бригад. Мы говорили о том, что эта работа должна быть завершена в сентябре. Отметили на совещании и успехи лучших работников сферы жилищно-коммунального хозяйства. Отметили благодарственными письмами и нагрудными знаками главы администрации города за хорошую работу в осенне-зимний период. Марина Матвеевична, Сергей Баскин, События.